Скорпы! Доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лехцер. Рада всех видеть на своем канале и традиционно с вами будем смотреть ваш Тороскоп. В данном случае смотрим Тороскоп на май 2020 года. Работать я сегодня буду с двумя колодами. Первая колода основная это True Black Taro. Покажу колоду для тех, кто практикует сам, либо интересуется. И вспомогательная колода Викторианская и Нормана. Кстати, обзор колод вы можете найти у меня в моем плейлисте по обзору колод и выбрать, и посмотреть. Там я рассказываю, где заказать, как покупала. То есть все нюансы, чтобы вы мне не прописывали этого в комментариях. Так, для тех, кто на моем канале впервые, расскажу, как будем с вами выстраивать работу. Я посмотрю общую атмосферу месяца, а также буду смотреть, как у вас будут складываться дела по работе, финансам. Как будут обстоят дела в плане здоровья, личной жизни. Плюс карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам данный период. Прям карта сама какая-то, вот прям искренне хочет выйти. Ну давайте пусть она у вас будет фоновой. Потом привяжем ее к тем событиям, которые у вас будут отыгрываться в рамках месяца. Итак, поехали. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, что вас ожидает в плане... Прям две пошло, ну хорошо, пусть будет две. Финансов, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Так, выложу вам арканы, чтобы было хорошо видно. Начнем. Общая атмосфера месяца. У вас король Пентакли. Деньги, деньги и еще раз деньги. Кое железо пока горячо. Наконец-то придется какой-то у вас будет прорыв. В плане заработка, в плане становления, может кто-то наконец-то выйдет на работу. Либо кто-то работал удаленно. У вас появятся возможности и источники заработка. Потому что по королю Пентакли... Кстати, это не только зарабатывать, но это еще вкладывать крупные суммы денег во что-либо. Может быть какие-то знаковые покупки, ремонт, свое здоровье. Не знаю, развитие ваших детей. Но тут однозначно финансовая сторона вопроса будет вас интересовать больше всего. У вас даже тут, видите, падает и королева Пентакли. Кстати, для многих, поскольку у вас еще видите, фоновой картой выпала шестерка кубков. Карта семьи, карта родственников. Карта совместного времяпрепровождения, укрепление семейной связи, акцент на семью. Плюс по связке карта падает король Пентакли, королева Пентакли. Это муж и жена. Кто-то может здесь делать предложение, кто-то может здесь съезжаться. В принципе, укрепление семейных связей. Кстати, в рамках месяца, например, у вашей второй половины может быть дни рождения, либо у ваших близких. Потому что это как совместные цели, либо достижения каких-то совместных целей, совместные торжества. Вот об этом вам говорят здесь карты, акцент на это указан. Ну а так, если в совокупности мы будем с вами смотреть по связке карт, это совместные действия с кем-либо в партнерстве для достижения общих интересов. В первую очередь, в финансовых целях. Мы посмотрим, что у вас будет, конечно, потом по личной жизни, но в первую очередь, в партнерстве. Дополнение одного другим. Это, в принципе, и финансовые идеи. Но тут не только получение финансовых возможностей новых, да, но и вложения. Мы будем смотреть, как будет для вас далее отыгрываться данная ситуация. Что ждет в плане работы? В плане работы восьмерка кубков. Восьмерка кубков это либо карта удаленной работы, либо ухода с работы, отсутствие работы как такового. Мы сейчас будем для всех уточнять. Карта актуальна будет для тех, кто занимается вопросами логистики, грузоперевозок. Может быть, кто-то таксует. Вопросы доставки. В принципе, работа через интернет. Это могут быть какие-то заявки, это продажи товаров, услуг и так далее. То есть, у вас здесь все сдвинется с мертвой точки. Ну, а для всех остальных сейчас будем смотреть, как детально будет проигрываться данная ситуация. Итак, давайте смотреть для тех, кто сейчас является неработающим пенсионером. Либо просто неработающим человеком. То есть, здесь по семерке жезлов это бороться с текущим положением вещей. Каким образом? Смотрите, на дне колоды у вас падает двойка жезлов. Это как и стать новые источники заработка, либо новые возможности. И возможности здесь какие-то удаленного заработка, либо заработка разового. Об этом вам говорят карты. Теперь давайте смотреть, если вы здесь в статусе соискателя. Если вы работу ищите. Как для вас отыграется данная ситуация. А вот здесь по туз жезлов как раз возможности Эврика получится. Потому что здесь восьмерка кубков туз жезлов это как бы найти нечто новое. Новая идея, прорыв. Это успешно пройденное собеседование. Но единственный момент. Работа здесь удаленная, либо связана с теми отраслями, которые я вам озвучу. Хорошо. Давайте смотреть для тех, кто является наемным работником. У наемного работника падает здесь старший аркан смерти. Это полная трансформация. Давайте смотреть, какого плана. Что у вас здесь такое будет. Пятерка жезлов. Борьба, конкуренция. Это отстаивает свои интересы. Значит смотрите, что здесь. Это либо идти на рожон. Конфликты с руководством, с начальством. Вопросы увольнения. Либо у многих может еще быть ситуация отсутствия работы в принципе из-за карантина. У тех же здесь, кто работает, это работать в условиях повышенной конкуренции. С целью заработка, с целью новых возможностей. То есть обретение финансового роста. Я пока сюда вот как-то выложу. Так. Что вас ожидает в плане финансов? Рыцарь мечей. Рыцарь мечей это карта, которая связана с молниеносными событиями. То есть действовать резко, быстро и по обстоятельствам. Чтобы не упустить прибыль, не упустить возможности. Безусловно, это карта, которая сопряжена в первую очередь с тратами. То есть деньги приходят и уходят. Это не та ситуация, где вы складываете в кубышку. Это факт. Сейчас посмотрим с вами. Да, потому что по девятке жезлов это знаете как оскалиться на текущее положение вещей. Ёлки-палки. То есть работаю, работаю. Почему где-то ток финансов? По девятке жезлов это большие траты, связанные с связкой с рыцарем мечей. Во что-то будете солидно вкладываться. Конечно, у каждого своя ситуация будет, но тут именно траты. Деньги у вас на эти траты будут, но тут серьезные вложения. Так. Кстати, у вас же тут еще второй аркан на финансах выпал. Видите, повешенный. Будете чувствовать себя в плане жертвы. Почему как бы такой идет отток средств. Хорошо. В плане здоровья. В плане здоровья девятка пентаклей. Стабильное положение вещей, хорошее самочувствие. Это в принципе карта, которая указывает на вложение еще в себя. Кстати, у кого-то здесь может проиграться еще вот так. Если падает рыцарь мечей, девятка жезлов. Это могут быть серьезные вложения, связанные с пластическими операциями. Либо операциями запланированными. Но здесь вопросы восстановления, вопросы преображения и хорошего эмоционального, физического самочувствия. Потому что девятка пентаклей это акцент на вопросах иммунизации, на вопросах, в принципе, знаете, как я говорю, вылепить себя и свое тело. Об этом говорит карта. То есть заняться, так скажем, внешними данными. И это будет у вас получаться очень успешно. Так. В плане личной жизни. Десятка жезлов. Это тяжкий груз. Но здесь вот видите, как жук-скоробей, который тянет на себе вот эти вот личинки. И тянет еще такого маленького скоробейчика, да. Значит, смотрите. Здесь у многих будет стоять вопрос. Это как тянуть груз домашних обязанностей. И вопросы либо ремонт у кого-то, либо в принципе вопросы купли-продажи жилья будут именно по этому аркану. Потому что здесь как тянуть свое семейство. Тянуть финансово, либо что-то обустраивать. Как вот по веточке, по веточке нести и строить свое жилище. Об этом говорит карта. Ну хорошо. Давайте с вами проанализируем и посмотрим для каждого из вас. Для тех, кто на текущий момент свободен. Как для вас будет отыгрываться данная ситуация? Ну по королеве жезлов, особенно для мужчины. Это будет знакомство с девушкой. С девушкой очень такой страстной, темпераментной. Может быть даже огненного знака зодиака. Почему здесь падает десятка жезлов? Ну потому что барышня амбициозная. Вам сложно будет потянуть такие отношения. Если смотрит здесь девушка, то это вам будет сложно подобрать себе такового мужчину. Потому что несмотря на то, что вы скорпион водной стихии, тут у вас высоко поднята планка в плане партнерства. То есть того партнера, которого вы ожидаете. Ну и, кстати, кто-то здесь еще может быть с ребенком. Поэтому будете оценивать поиск партнера либо партнерши согласно того, как относятся к вашему ребенку. Для вас это будет ключевым критерием. Так, для тех, кто находится в качелеобразных отношениях, все останется неизменным. И для вас это будет как тяжелый груз, тяжелое время. Но здесь ситуация неизменна. Хорошо. Для тех, кто в стабильных семейных связях. А здесь девятка мечей. Какие-то переживания и страхи. Ну давайте смотреть, с чем они у вас здесь будут связаны на повестке дня. Чего вы так боитесь. А боитесь вы по силам, что это вам будет не по силам. Тянуть финансово все сразу все эти обстоятельства. То есть это нужно уметь, во-первых, совмещать. И, во-вторых, возможно в тяжелой кризисной финансовой ситуации, что вам придется тянуть много обязательств. Например, за своего партнера, партнершу, за своих близких. Здесь могут быть еще родители, родственники, кто угодно. Поэтому переживания связаны именно с этим. И такой вот момент. Девятка мечей и сила в связке с десяткой жезлов. Это могут быть переживания перед плановой операцией. И вот это вот эмоционально может сказываться на вопросах личной жизни. Это могут быть нервные срывы. Это могут быть конфликты. Но переживать вам не о чем. Потому что на дне колоды у вас падает аркан действенный. То есть судьба, рок. То есть все сплетено. Все заранее предрешено. Опасаться вам нечего. То есть нет какой-то кризисной ситуации. Что у вас в плане совета? Диавол. Ну не я, а это у нас аркан зависимости. Зависимость от отношений, от обстоятельств. Финансовая зависимость. В плане совета. Ну давайте так. Кусть железа пока горячо. Это очень вот такой высокий, но недекларируемый доход. В плане совета. Если допустим состоятель в связях, в любовных отношениях даст состоять. И опять же дьявол это усиление внешней привлекательности. То есть акцент лепить свою оболочку. Потому что встречает она все-таки по одежке. И что вам это даст? По десятке пентаклей. Очень высокий заработок, очень высокий доход. Укрепление семейных связей. Улучшение внешнего вида. А для кого-то и это появление партнера либо партнерши с целью создания семьи. Давайте теперь посмотрим на неожиданность данного периода. Как для вас будет отыгрываться данный вопрос, данная ситуация. Да ну посмотрите, тут деньги. Деньги на повестке дня, на дне колоды дерева. Значит смотрите, либо вложение в здоровье и переживание по этому поводу. Но переживать здесь не о чем. Это первый момент. Либо второй момент, это вот деньги приходят, но вы будете здесь сорвать и метать. Почему они уходят? Потому что видите, здесь такой вот медвежонок. Ну не знаю, видите, маленький медвежата. То есть это вкладываться в семейный уют, в семейный очаг. Это тратить на близких, это тратить на детей. Могут быть из-за этого, конечно, небольшие споры или конфликты в плане распределения финансов. Но тем не менее, все для вас будет успешно. Тем более, видите, по рыбам деньги-то приходят. Это самое главное. Вот такой для вас месяц выходят скорпионы. Напишите мне, пожалуйста, по прошествию времени, как для вас отыграется этот месяц. Либо не отыграется. Я очень ценю вашу обратную связь. Для тех же, кого интересуют мои индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте свои голосовые либо текстовые сообщения. Мой админ Анастасия ответит на все ваши вопросы. Я же вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова